Всем здравствуйте! Маленький этот запропал и с новостями, и с готовыми изделиями, но тут обстоятельства немного не позволяют делать все четко поэтапно, то есть как бы уже в принципе все это должно быть готово и вывешено на сайте в наличии, но есть большое но, то есть я тут готовлюсь еще к параллельно второму заказу для сбугорища и поэтому у меня тут как бы все делается такими короткими такими частями короткими как быть перебежками и вот что сегодня в принципе имеем это оправы, заготовки оправ покажу, они еще не дошлифованы как бы так по грязненькому это вот к этому клинушку шаха 15 и второй только шаха 15 но из того же полиуретана но вот видите наверное с какими раковинами тоже подумаю вообще собирать и может выбросить просто или может отдельный клинком ну не знаю как бы не до этого пока к этим вот бритвкам к этим бритвкам шкатулочки заготавливаются сейчас они тут лаком покрываются тоже долгой истории покажу сейчас мельком вот так вот то есть тут приснул сохнет еще слой приснул сохнет перевернул и еще также ну уже тут так это долго выходит в лак то много сохнет очень вот так очень потихоньку потихоньку движется но когда это что-то будет готовая то есть я пока затрудняюсь сказать но надеюсь как вот я рассчитываю что у меня в понедельник скорее всего во вторник так вот где-то уже какие-то бритвки будут уже все-таки готовы и скорее всего это будут складные бритвы с ними меньше забот ничего не нужно лачить ничего то есть таких вот по мелочи забот меньше можно так сказать в общем обещать не буду например так рассчитываю когда же максимум который я уже сделаю хотя бы клинышки вот идет еще одна думать что с этим делаться правыми потому что они имеют я уже показал да такие вот неприятные фигоньки заменители кости полиуретановый возьмите кости то есть визуально вот так вот да упрек тут какой-то мне подкатили то есть какой упрек то есть мол какого фига так сказать я произвожу для буржуев заказы вот так вот мне это сегодня сутрище так проснулся включил а у меня на электронке висит два письма одно письмо там вообще не пойми о чем то есть я тут даже не вник до конца в суть то есть не понял даже о чем речь а втором письме все ясно сказано о том что мол какого я произвожу для буржуев да я вам отвечу на этот вопрос вы там написали что вы зашли ко мне из ютуба с моих роликов вот так вот значит вы смотрите ролики поэтому я сейчас именно для вас все вкратце попробую рассказать почему да потому что если бы я не производил для буржуев заказы то все выглядело бы вот так вот разрушенный колхоз почему не давайте сначала скажу почему я для них еще произвожу потому что если бы я для них не производил то я давно уже закрылся убрал бы этот сайт и тут бы много чего уже распродал то есть как получается поддерживает наше производство не русский человек а именно вот буржуй то есть как бы тут без вариантов или 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 ты дальше работаешь и продолжаешь изготавливать буржуев либо ты закрываешься поэтому я думаю этот упрек как бы не уместен мой адрес вот это примеру допустим я вот сейчас на данный момент произвожу верный собирать производитель второй заказ он не для германии и не для франции сейчас объясню почему хотя меня по францию тоже были моменты я отправлял туда и не раз в общем почему почему так происходит вот вы если кто-то бывал из вас допустим в той же германии а я бывал там причем по работе сожалению не на отдых ездил вот и что я там был удивлен тем что ни один немец не купит себе примеру автомобиль французского какого-то там производства там логан там пежо туда-сюда у них только германские автомобили то же самое и во франции вы выйдете на улицу франции и увидите что нет ни одной немецкой немецкого автомобиля только европейского производства вот примеру то же самое там и с ножами из бритвами там смотрел из станками инструментом прочим там ручным не ручным там всяким только своего производителя то есть они ценят они поддерживают своего производителя у нас все наоборот мы лучше купим немецкая там мелочи купим японская там лучше китайская да но не русская кто вас так не знаю то есть но это не ко всем относится опять же это сейчас как-то обобщенно сказала по сути нет есть много очень много людей в россии которые именно за русского производителя причем не за просто вот каждого подряд производителя а именно за того который старается и производит то что конкурентно способное то есть в сравнении там с другим какими-то брендами вот чем дело то есть конкурентно и в цене и в качестве но вот большинство большинство в россии вот именно такого придерживаются вот плана то есть все что угодно пускай там даже вот из индии там не знаю из китая но они только не из россии прям как вы ненавидите какой-то себя и свою страну нет я понимаю что может правительство у многих там много претензий но у них свой бизнес как у нас свой бизнес у них своя жизнь у нас своя и проще всего взять и в своих вот таких вот то есть косяках обвинить правительство очень удобно что они виноваты они виноваты есть в чем-то их вина да но и наши тут есть вина опять же вот если в политику ударился вот так вот поэтому считаю ваш упрек неуместным пожалуйста давайте вы будете у меня брать в таком количестве которое сможет то есть за счет чего я смогу поддерживать производство на плаву не в прибыль там не в городе а на плаву нет проблем когда я этому забугорищу скажу что мол да ребятушки извините я работаю с русскими заказчиками и вам я производить не буду я так садил не раз отказывался если отказывался у меня сейчас было бы просто завал конкретный завал и все ушло бы туда вот именно за бугор так что вот такой вот недоумение у меня прям с утра аж прям даже думаю да что ж такое ну да ладно очень мне опять надо подготавливать заказу сейчас я максимум что доведу до блеска оправы и на этом пожалуй у меня все будет и вот наверно скорее всего может быть сейчас время хватит я все-таки заменю фига 3 казусы кому нужны то есть не не да не да да надо заменять жалко деньги выбросил на это дело заготовки вот так вот в общем вот так живем думаю показать вам уже следующем видео чтобы вас тут не дергать не тревожить как говорится по всяким тут мелочам а показать уже готовые изделия сделаем обзор готовых бритв и уже тогда вывешу на сайт и все будет как бы мне кажется правильно все на этом все мне больше сказать нечего показать нечего до свидания всего доброго